с нами пойдешь все можем идти снимаешь кроссовки мне принести глупенький почти это она готова у меня тут такой взросленький я тебя горжусь правда это мой новый влог вы на канале настей ивлеевой и сейчас собственно я веду включение из города санкт-петербурга ленинградская область где на парковку собрались я и мои родные машка провок ольга икея врамова ванька икей капотов короче ребята выбралась я на три денька и это потрясающе потому что идика по всем соскучилась и последний раз видела всех на новый год ольга ждет короче когда пройдет поезд но мощнейшим на проникание я не буду гнать я же беру за мануна для вас финский залив помнишь машка времена работала мастером по маникюру она работала рядом в салоне и мы короче с ней собрались вместе увиделись на берег час мы короче собирали мелочь как сейчас помню 23 рубля настя полазила по карманам нашла полташку вы не представляете как рады мы были при полташке просто не представляете эту радость просто ни с чем не сравнить и мы пошли купили 22 а думали что купим только один еще и думаю что даже на один не хватит а купили два и чтобы понимали это всего было четыре года назад то есть мы не детьми были четыре года назад так что да такие времена тоже были уже такая спор мастер маникюр ну кто на что учился сейчас за столом сидят все мои как бы самые близкие это вот ванька мой бро скажите он похож на джигана джиган посмотри на видео похож похож это абрам это моя сестра двоюродная это я я понимаю конечно вылазить из люка до в городе там все вы его на это так далее но вылазить из люка на гелике в ленинградской области поселка разметелево вот это стиль набираю твой номер и наизусть его помню еду через весь ездить на гелике конечно заебись но вот когда он ломается вопрос что делать маша ты уверена что его стоит вытащите блять клемму с аккумулятора да хуя значит вопрос где тут сука аккумулятор блять в вашем госпитании нормально у меня сестры короче смысл в том что приехали только что на заправку припарковались остановились она короче не заводится ребята пишет просрочка т.о.в.о. на 11 тысяч километров может из-за этого не думайте что я тупая блондинка и мои подруги и сестры куры нет звука вот этого все оказалось куда проще мы ничего не ломали маша слава богу не успела перезагрузить аккумулятор оказывается есть такая наверное функция хозяева случайно заблокировали едем дальше если у вас возник вопрос что же здесь сейчас происходит отрезать я бы не смогу потому что я сама мало что понимаю почти где-то она готова она моя бейба почти ракета модели теле до луны и назад пути нет и нет выхода оттуда где бы не был я там где она все сходят с ума все хотят ее на она только моя самая любимая на самом деле не хочу раскрывать что здесь происходит просто решила сменить свой образ и марлин монро пожилки моники белучи вот настюха мальвинка мой влог продолжается есть что сказать короче ребят я продолжаю входить и выходить и вводить вас в свои таки сказать бытовые делишки у меня на днях был огромнейший мощнейший геморрой но слава богу я его вылечил короче геморрой я имею ввиду с офисом будут большие так сказать ну не перемены но нововведений много всего интересного для чего требуется офис потому что просто квартиры уже мало и у меня же есть команда нам тесно дома всем и наконец-то офис меня нашел и сегодня мы поедем в укею закупать там столы вот эти все приблуду короче говоря и будем все это дело стараться как-то хотя бы быстренько обустраивать потому что времени мало сделать надо овер дохуя ну погнали познакомлю вас как раз со своими ребятами друзья юльку вы уже знаете какого ли кей не знаю что там дальше а ванька ванька кстати является здрасте главным человеком который делает вот эти вот выпуски вы пишете что настюха как ты охуенно монтируешь ну что ваня сейчас первый раз увидит наш офис подожди знаешь сердце бьется короче если разочаруешься ваня под ванькину любимую я у него узнал что он любит больше всего как будто не было святого в этом мире ничего я поневоле понимаю как же хорошо когда рядом человек просто так именно человек а не пустота с тобой навсегда не зала бы не за золото без причины без повода по-любому на проводе босиком и на холоде тоже и нету момента дороже и мы душами даже похуже провожая закаты время уходит куда-то и это про окна я тебе говорил вот вместо стены одни вот сразу с основного давайте иван на рабочее место пожалуйста да мы здесь будем нюхать подъемку с потолка просто лишь это двигается короче друзья именно так сейчас на ваших глазах выглядит офис который мы будем на днях вот сегодня-завтра обустраивать заста застраивать заставлять это вот мой кабинет иван маленький такой кабинетик до ночи мне много не надо мне маленький столик стульчик для чипсы а здесь будет еще один стол стоять то есть там два и здесь один кондиционер главное грамотно стоит все изолировано надушка одна будет видимо холодной разберемся короче мы искали это помещение очень-очень-очень-очень долго и так у нас команда в принципе небольшая но очень дружная вот такого помещения в двойтер жанну супер мне кажется просто хватит с головой это зона которая есть внизу здесь мы будем смотреть влоги перед тем когда они будут на канал здесь у нас будет кухня здесь будет большой здесь будет стол ну короче будет такая маленькая квартирка в которой мы все будем дружненько жить поживать и добра наживать это все очень приятно друзья мои кто смотрел мои предыдущие влоги помнят моего братишку анатолия короче многие задают вопрос почему же я его не продолжила снимать дело в том что то ли был интересен в своей общаге потому что там заваривалась жизнь были друзья дома снимать как бы ничего так как живет он в разметелево но столян я все-таки решила продолжить такой небольшой эксперимент с тобой короче толян через неделю уходит в армию почему в принципе в питере я приехал его провожать и я хочу ему дать камеру с собой в часть и на самом деле этим за всем можно договориться и хочу чтобы толян делал свои линии из армии думаю что я думаю что это многим будет интересно потому что я бы такой контент смотрела что будем пробовать толян ребята объясните что такое армия что там даже телефоны нельзя будет эксперимент мы приехали на петропавловскую крепость чтобы погулять покататься может быть на катере просто солнечно и красиво провести время но у меня накопилось такое огромное количество работы в москве и все это надо контролировать всем срочно нужно отвечать на вопросы в итоге моя прогулка с мамой и братом которая так хотела красиво поснимать закончилась тем что я вернулась в машину подключить кабель и благополучника минут сорок поработать пока мама и брат катаются на катере и делая дела параллельно смотрю как у них вот это вот все происходит а я ведь могла бы быть там тоже поснимать для вас эту красоту это моя мама какой-то человечек белой рубашки блин знаете приятно что в принципе хотя бы мама итальянчик отдыхают ну что мам как тебе отдых с дочкой но без дочки понравилось классно у меня бэкстейдж с питера суперские реально лето катер мама брат поехали жрать погнали простил хорошего потому что это единственное что было дешево нам по карману подумаешь до офиса каждый раз полтора часа добираться это ты полтора а мне три часа электричка без пересадки то на что училась не успели уже лепили ну привет здорово да привет мы с вами ты понимаешь какому уже экстазе уже просто да а я готова ворваться в экстаз блин ну я жду артист отдыхает это кстати дима билан номер один так чуточку немножечко сегодня капелюшечку я уже не знаю кто я я с сердцем болею за тебя в нашем офисе были такие люди как дима билан вопросом рекламы восемь девять шесть четыре шестьсот сорок один сорок сорок а то вернее в окею мы едем мебель покупать собирать а вы спросите почему дизайнеры не заказать не заказать а потому что мы что мы самостоятельно что у нас нет всего вот 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 Продолжение следует... 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 Знаешь, когда плакать надо? Когда у сына женишь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Я рождена была для того, чтобы снять вот в этом фрагменте. Дим, спасибо тебе. Не смею заблаждаться. Блин, ну, короче, на самом деле, ну, правда, фига-фига-фига. Спасибо, спасибо. Благодарю тебя, наш девочек. Немножко сентиментов чуточку. Ася, пошла к дискам. Что ты снимаешь? Кроссовки мне принести, глупенькие. Спасибо. Ну, поставь, ну, куда ты мне в лицо-то тычешь? Господи, Фармин. А, ну, вот если приветики, ничего не влезает больше. Почему бы и нет, почему бы и нет, просто, да, снимать карман. А почему бы не снимать? Как бы время уже 8 часов почти, а мы еще даже не доехали до Химок. И, кстати, я уговорила, что я возьму желтый стол. Вот он. Ну-ка, поднимите ручки, кто его будет собирать сегодня? Поднимайся, поднимайся. Я этим массивом буду собирать. Чтобы вы понимали, в этих трех корзинах нет ничего из того, что нам нужно. Зачем мы сюда ехали. Мы сейчас с Юлькой Коваль, такие уже в Версаче, вхуячей, в дом, в патче, решили включить мой первый влог, где мы снимали с ней вдвоем еще на телефон два года назад. Так вот, я просто скатабаза. О, расскажи мне, пожалуйста, скажи мне. Очки, очки, я еще носила для стиля. Ребят, сейчас этих выпусков вы уже, к сожалению, не сможете увидеть у меня на канале. Я их не удалила, они закрыты. Вот кто смотрел, кто помнит. И это нормально, потому что я здесь. Я тебя на месте устремляю, ты понимаешь? Серьезно? Да вообще, я две видео просто пересматриваю, а потом все. Ну, пойдем сюда. Мы плачем от нее. Смотрите, какая красавица. Я на шестерах снимаю. А, да, да. Я стала выгодна. Такая красавица. Это вот реально случилось на камеру, когда Юлька снимала на телефон. И это первый раз, вот самый первый раз, когда меня человек узнал и вот сказал об этом. Ну, мы тогда, вот я еще тогда не фотографировалась ни с кем. Вообще, в принципе, меня первый раз узнали. Это так классно, что это вообще снять на видео. Короче, ребят, это трындец. Просто реально вечер ностальгии. Твою ж мать. Я вас люблю. Давай еще выпьем. Короче, ребят, мы продолжим смотреть наши выпуски, а вы посмотрите этот выпуск до конца, потому что он будет интересным. Ухожу в сиську, как всегда. История сей басни такова. Естественно, в Икеи мы ничего не выбрали, не купили и решили прибегнуть к условным дизайнерам, но желтое кресло приехало ко мамочке. Здесь нет ничего, кроме этого придурочного желтого кресла, которое вот как-то мне всралось настолько, что я жить без него не смогу. Короче, это очень смешно, ребят. Просто по мне приехали, чтобы собрать мне это крыло на желтое кресло. С нами пойдешь? Все, можем идти. Коркинский озеро, кто знает, тот поймет. Парни, посмотрите, какая у меня красивая сестра, посмотрите на ее ноги. Анька, ну ты выглядишь, конечно, просто фокабельно. Потрясающе. Как водичка, Машка? Теплая? Маш, главное, что ты в очках, остальное не важно. Смотри, маман тебя сейчас сожрет. Однажды принцесса пошла поплавать. Акулы принцессы. Мама, ты опасная. Когда говоришь, не снимай, так хочется снять. Но я не буду портить людям. Ну все, нахуй какой-то стол. Просто было прикольно, если вообще села, он просто ухалился на четвертой части. Ну, в общем, как показывает практика, больше сюда ничего не будет. Спасибо, пацаны, вы охуенные, кресла охуенные. Ну, теперь можно и выпить пойти. О, а давай я снять. О, вообще. Ну, скажите, желтая работает. Потемка. А, кстати, желтая. Чтобы вы понимали, вот эти ребята монтируют прайвера. Ну, ладно, да? Ну, да ладно. Да. Эшкарая. Разметелева. Йо, ватсап. Настюш. Здорово. Здорово. Как ты? Мне еще интересно узнать твои эмоции. Сейчас все расскажу. Первое. Сначала мы ни хрена не понимаем. Первые два дня нас воспитывали. Мы привыкались. С разрешением все делать, как обращаться. Вот эта часть считается одной из самых лучших. Тут нельзя драться. Тут курить по расписанию, в туалет по расписанию, чистить зуб по расписанию, мыть по расписанию, магазин по расписанию. Короче, все по расписанию. Ничего такого влевого нельзя. С телефонами тоже строго, раз на неделю, только на восписание. Ну, как ты думаешь, будет здесь что-то типа дедовщина какой-нибудь? Нет, тут дедовщины нет. Тут сейчас же армия немножко другая, дедовщины нет. То есть все, все уголовное. Даже то, что я телефон, если не верну, уголовно. Военник просуру, уголовно. А нет у тебя еще, ну, ты там конфликтов ни с кем не не, 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 нету. Нормально? Что хочется сказать? Калугчане, калугшцы, калуг... дети, женщины и мужчины. Ваш город прекрасен. Мы немножко прогулялись и поняли, что здесь правда безумно красиво. Хочется отметить, что здесь огромное количество зелени и вот эти все храмы и домики, которые в ней утопают, это, конечно, потрясающее зрелище. Вот Толян проводит с нами время классно в чатике со своей дамой сердца, которую тоже зовут Настя. Вот так вот мы проводим увольнение Толяна. Или как это называется по-армейски, ты уже скажи. Что? Увольнение? Увольнение. Увольнение. Гуляем по городу. Еще три часа. Короче, бляд, еще три часа, чем-то надо себя занять. Я предложила Толяну уже пойти в часть, но он сказал, не, погуляем еще. Вот. Ладно. Мы тем временем продолжаем наш увлекательный день. Мы тоже солдатика катались по кругу. Мы просто покатали Толиком по Калуге туда-сюда, туда-сюда. Поели в ресторане, сходили в магазин, поели в КФС. Ну и ждем с нетерпением с мамой, когда закончится этот час, чтобы мы могли поехать в Москву обратно. Да ладно, Толяна, мы шутим. Псс, мы не шутим. Короче, Толяна, я желаю тебе хорошей службы, дружить, дружно, кушать хорошо, ничего не бояться, всех мотивировать, себя тоже мотивировать, не жреть, как кабан. Ну и чтобы деньки пролетели так же быстро, как… 18 лет. Да, так 18 лет. Работай, работай, работай. Ну, пока. Спасибо. Я люблю тебя. Эти тоже. Ну, а вам, друзья, желаю хорошего. Вечера или дня, или утра, не знаю, когда вы посмотрели этот выпуск. Надеюсь, что он вам понравился. Если так, то ставьте палец вверх. Если не понравился, то просто подпишитесь. Пацаны, все в столу. Творческая команда имени Анастасии Влеевой. Рюлька, кстати, прикольно, реально. А ты повесишь вывеску? Дура. Вы, ребятки, так сказать, тоже стоите, понимаете, у истоков того, как это все обустраивается, как это все вообще придумывается, зарождается, да. Потому что там через пару недель, конечно, все будет совсем по-другому. Но это бесящество. Потом уже будем с вами пересматривать эти выпуски через год. И вспоминать, как оно вообще все было. Эти голые стены. Ну что, дорогие мои друзья, коллеги, за то, что у нас есть теперь охуенное рабочее место, где мы будем делать влоги и кое-что еще. Короче, блядь, класс. Я считаю, что эта бабушка реально вот так вот сидеть просто на картонах, потом уже будем реально вспоминать. Вот так вот.